Это итоговое видео про компьютер на стене, тот, который находится сзади меня. Ему уже полгода, как он висит на стене. Я его один раз только, наверное, прочищал. И много было всевозможных комментариев о том, что, Илья, вешать открытый, как бы, стенд, это такое себе развлечение. Но мне на это было ряд причин. Поэтому, да, я раньше сидел вот в этой комнате, у меня было большое рабочее место. Но после того, как появился второй ребенок в семье, мне пришлось переехать в, можно сказать, коридор, в проходную зону, где я по вечерам могу присесть, поработать, поиграть за компьютером и так далее. Это, скажем так, уже финалочка. Я тут сижу уже довольно-таки давно. Мне есть что сказать, какие-то плюсы и минусы. Возможно, вы для себя что-то найдете здесь. Я, конечно, никому не советую вот так вот на проходной зоне сидеть, но мне это совершенно не мешает даже днем, ребят. Потому что здесь нормально совершенно проходят люди. Взрослый ребенок проходит, жена с мелким проходит. Я нормально сижу. Понятное дело, что мне хотелось бы, конечно, что-то по-другому, но как есть. Здесь у меня зеленая зона. Здесь вообще увлажнитель есть. И настоящие цветы. Вот с такой подсветкой. Мы ее днем включаем. Это освещает вообще коридор. Здесь, конечно, есть и такой вот цвет большой. Но можно и без него. Итак, что у меня тут есть. По подсветке я единственное добавил. Вот там сверху светодиодную ренту. Она также настраивается разными цветами. Умеет совмещаться с эффектом с компьютером. Это, короче, Иргата. Проложение называется там Control Center. Оно есть на мобильник, а есть прям и на компьютер. У меня вот есть такая еще подсветка очень дорогая. Это Nano Leaf Canvas называется. Сейчас 9 штучек. Вообще полностью бред. 30 тысяч рублей стоит, ребят. То есть они типа, знаешь, сенсорные. Здесь есть всякие эффекты, игрушки, мемори и так далее. По факту сейчас такую подсветку покупать вообще не надо. Потому что это бессмысленная трата денег. Но она у меня была. Поэтому я решил ее повесить. Хотелось бы, конечно, докупить еще столько же. И увезти вот сюда вот. Но тратить 30 тысяч рублей за 9 штук – полный бред. По креслу, хочу сказать. Оно меня совершенно полностью устроило. На удивление. Значит, белая пластмасса. Ничего нигде не загадилась. Ничего нигде не отвалилась. Сижу каждый день. Давай сейчас только вот волосик уберем. Из минусов. Ну, только единственное, что механизм качания нельзя застопорить. То есть, я по вечерам обычно делаю так вот. Я сажусь. Давайте сейчас как-нибудь вам продемонстрирую. Так вот сажусь. Ножки вот так вот поднимаю. О, вот так вот. И вот так вот сижу. Там фильм смотрю. Или что-то в интернете. Вроде нормально. Но хотелось бы в таком положении просто зафиксировать. Но это, кстати, прерогателло очень дорогих кресел. Такого хрен где найдете. Но главное, что есть механизм качания. Можно откинуться. Кайф. Также, где покупал, ссылку оставлю. На Яндекс.Маркетик покупал, блин. Кресло. Оставлю в описании. И вот. Вообще. Чистенько все. Нигде ничего не повело. Но вот полгода прошло. Так что. Кайф. Кресло могу советовать. Отодвигаемся. Снизу у меня принтер. Который я по мере надобности подключаю. Здесь вот, не знаю, вообще PlayStation затесалась. Просто так она стоит. Свет у меня снизу вон там вот. Еще, кстати, две розетки свободные. И дальше идет такой вот, можно сказать, хаб. Вот сюда вот. В подсторе. Здесь хранится и интернет, и, короче, все провода. А ну-ка. Значит, из вообще, чем я здесь пользуюсь, это, во-первых, конечно, наушники. JBL Quantum 800. Мои самые любимые наушники. Взял, кстати, для них еще амбушюры запасные. Эти пока еще сыпаться не начали. Но, блин, ребят. Для музыки, для игр, вообще для видео просто кайфец полный. Вот так вот положим. О, игромания. 8 гигабайт файлов, ребят. На двухслойном DVD. Вот такой вот USB-хаб, который закрывает меня столько потребностей. Да вообще все закрывает. Здесь подключено по Type-C в материнскую плату. Тем самым, здесь у меня быстрый USB 3.0, ну, или 3.2 здесь. Короче, куча USB-шек, плюс, мне не нужно здесь HDMI, и плюс картридер. Также отсюда заряжаю телефон. Ну, вот единственное, сейчас хочу перейти на такую тему. Такая вот зарядка, кстати, оригинальная, самсунговская. Здесь подключу. Будет по возможности, кстати, здесь на два телефона рассчитано. То есть, один телефон заряжается, второй телефон заряжается. Здесь часы заряжаются. По крайней мере, самсунговские, Apple-овские, не знаю. Вот, самсунговские будут заряжаться. То есть, две зарядки плюс часы. Вот, в скором будущем буду эту тему подключать. Без проводов. Вот решил, чтобы, знаешь, вот, как я всегда любил. То есть, сидишь, минимум проводов ты видишь. Здесь не стал ничем закрывать заднюю стенку. Единственное, вот, все оставил так вот в одном кабель-канале. Вот, белый, и все. Купил тоже, по-моему, на Азоне купил. Мышка беспроводная. Dark Project ME4. Всем советую. Мышка вообще просто кайф полный. Клаватура Logitech, по-моему, это Craft называется. С колесиком. Заряжается, не знаю, раз в месяц, наверное. А то и меньше. Тоненькая, тихая. Вот, потому что, все-таки, механикой такой себе. Вот здесь вот у меня управляется подсветка, всевозможные режимы. Ну, соответственно, включение-выключение и перемещение по режимам. Ну, это так, чисто она атмосферная. Здесь у меня, значит, первый монитор 34 дюйма. С очень хорошим звуком. Это было тоже вот. Ребят, всегда покупайте мониторы. Если вы не хотите вешать колонки, потому что они мне тут не нужны. Монитор с офигенным звуком. То есть, колонки не нужны, ты получаешь кайф даже, когда слушаешь музыку. Ну, и плюс это наушники. Второй монитор для того, чтобы вывести какую-то информацию. Я здесь, к примеру, могу смотреть YouTube, а здесь работает. И вот он, ради чего мы здесь собрались. Компьютер на стене, господа. Фирма вот такая вот была. Единственное, что нашел. Потому что я думал, что вообще ничего не делают. Делают. Взял один из последних, потому что, я не знаю, они производят их, не производят. Белого и черного цвета были, я взял белого. Потому что, ну, меньше как-то заметного, что ли. Вот, Криптон называется. Покупал сам за свои деньги, вполне себе доволен. Там пришлось немножко, чуть плюс-минус там подшаманить. Но смысл был в чем. Ставить его вниз, пылится пипец. Плюс ребенок, если маленький, бегает, все дела. И когда сидишь, у тебя жар оттуда идет. Ну, когда там, если играешь. Ставить его на рабочий стол, блин, место занимает. Можно было вот сюда вот поставить, но он занимает место. Потому что здесь у меня место как бы ограничено. Поэтому решил вот проэкспериментировать. Купить такой стенд. Даже не корпус стенд, да, называется. И вот так вот все повесить. Висит он здесь на двух болтах. Да, в принципе, все. Было у меня водяное охлаждение. Поставил воздух. И давайте посмотрим, что тут вообще за все это время произошло. Работает он каждый день. И вот, видите, значит, пыль у нас вот такая вот здесь копилась. В принципе, все то же самое, что у меня копилось в корпусе. Вот такая вот пыль. Потому что здесь у нас еще и собака есть. Поэтому вот такие вот крупные частички пыли, да, собираются. По тому, что здесь пылиться, ну, я не знаю. Ну, вот обычная пыль, как у тебя по телекам собирается. Вот. Я что с этим делаю? У меня есть специальная воздуходуйка. Вот такая вот. Конечно, по идее, как-то все это дело нужно либо пылесосить, либо собирать. Но я пока меня один раз так делал. Вот здесь вот все максимально убираешь. И, понятное дело, что продуваешь пыль, она потом оседает сюда. Потом просто протираешь. Вот где-то раз в полгода я это делаю. И все. Типа сделал и забыл. Вот так вот. В принципе, все. Больше делать ничего не надо. Сейчас только единственное, нужно отсюда отойти, чтобы пылью не надышаться. Но такая вот технология. По-другому просто ничего не придумаешь. Как бы снимать его, все это дело отсоединять, выносить из квартиры, продувать. Не знаю. Меня вполне и так устраивает. Вот так вот, конечно, дико это выглядит. Но все, я всю пыль отсюда выдал. Потому что она больше всего попадает на видеокарту. Потому что все-таки вентилятор засасывает пыль, которая здесь где-то витает в воздухе. Также это вентилятор здесь и вентилятор в блоке питания. Все, все остальные части, в принципе, там пыль скапливается. То же самое, как и просто на столе. Меня полностью устраивает данный формат. Если он, конечно, был бы еще немножко по миниатюрнее, был бы прикольнее. Но сейчас я понял одно, что он мне не мешает. Снизу он не занимает места, здесь не занимает места. Можно было бы вообще какой-нибудь повесить, хрен знает куда. Вот туда хоть, в тот коридор. Потому что сюда я ничего никуда не втыкаю. Здесь у меня все, как бы, USB-шки там заняты. Здесь USB-шки заняты, хотя там еще дофига свободных. Я единственное, что здесь делаю, это нажимаю клавишу включения. При этом можно купить клавишу любую, вывезти ее куда хочешь вообще. Но я подумал, что нафига мне это нужно, потому что, чтобы дети не доставали. Я подошел, пальчиком нажал, бах, у меня типа компьютер включился. Здесь есть немножко подсветочки. Подсвечивается оперативная память. Подсвечивается вот здесь кулер. Подсвечивается, да, блок питания. Потому что у меня до этого стоял корсар черный, я его покрасил. Но оказалось, что, короче, провода. Хотелось провода белые. Вот чтобы просто по минимуму здесь черного было. Конечно, белую ведюху классную еще, да, там, кристаллическую с подсветкой. И так далее. Был бы ништяк. Ну, как есть, как есть, ребят. Есть подсветка за монитором. Такая атмосферная. То есть она повторяет все, что происходит на экране. Когда там, к примеру, смотришь фильмы, играешь в игрушки и так далее. Видюшка стоит вот так повернута. Хотя можно было ее по-обычному поставить. Но вот Razer решил ее так сделать. И немножко подсветки там. На подсветку как бы внимания не обращаю. Единственное, сейчас могу вот так вот. сделать, показать, как это выглядит все в полной темноте. Благо, есть такая возможность. Вот так, закрываемся. Ну-ка. Дверку, которую поставили. Шпунькс. Вот так вот, ребят. Все. Можешь сказать, в прямом эфире. Вот. И в ночное время... Сейчас, даже, давайте сюда заставку запустим. Заставка установлена. И давайте вот здесь вот вырубим. В ночное время мое рабочее место выглядит таким вот образом. То есть, подсветка как бы сверху. Мне это нравится. Вот. И сидишь тут, делаешь, что хочешь. Такой как бы, значит, мини-уголок. Вот. Соответственно, здесь у меня, ну, какое-то функциональное пространство имеется. Потому что реально, когда ты вот здесь вот работаешь, здесь можно там видео какое-то вынести. Это удобно. Я вот реально себе хотел, чтобы два монитора было. Плюс, данный монитор скрывает провода все. Единственное, что у меня до сих пор... Представляете, сколько заказывал? Поворотный HDMI так и не пришел. Притом на Арике заказывал. Блин, не дошел. Ну вот. Ну и забил, конечно, на него. Вот. Если сюда засматривать, то, конечно, провода есть. Но когда ты вот отсюда смотришь, когда сидишь, ходишь, в принципе, вообще ничего не видно. Мне нравится. По поводу там, ну, ремонта пригодности, не знаю, что тут потребуется. Когда-нибудь там видеокарту поменять. Хотя, не знаю, у меня тут стоит, по-моему, 2080 Ti. Вот. Ну, меня вполне себе устраивает, ребята, для моих задач. Вот. Можно накинуть сюда еще жесткий диск, но оно не нужно. У меня, блин, SSD-шек полно. М2 там две штуки стоят. И так далее. Все работает. Все по кайфу. По крайней мере, любые новые игрушки все тянет. Монтаж и так далее. Вот так вот, кайф. При этом место особо не занимает. Прикольно. Вообще, можно было комп вынести, хоть с этой стороны комнаты его оставить. Вот. А здесь просто по монитору. Вот. Делать и хочу. По поводу итогов. Я бы мог советовать не всем. Те, кто об этом задумываются. Те, кто хотят проэкспериментировать. Ничего в этом страшного нет. Пырится ровно так же, как и твоя полочка под тереком. Или, не знаю, может терек у тебя на стене висит. Вот. Сверху терека тоже может пыль оседать. Ровно то же самое. Единственное, на вентиляторах вот немножко побольше пыря. Это да. А так. Хорошо, что не сбоялся. Проэкспериментировал. И все получилось. Спасибо большое, что смотрите. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok